добрый вечер в эфире очередная передача хроника счастливых путешествий и у меня в гостях великий путешественник валерий шанин который вернулся с очередной своей кругосветки ну я надеюсь сегодня будет очень интересная беседа добрый вечер добрый я у тебя был на пресс-конференции как раз когда-то отчаливал вот как первые итоги уже можно подвести проект оказался полностью удачные или все-таки были какие-то шероховатости не но как всегда когда делаешь что-то новое абсолютно до того никто не делал то конечно сто процентов того что мы предполагали конечно не получилось но самое такое сказать большое сказать отклонение от предполагательного плана это то что мы заявляли 48 стран а получилось 39 вот у меня даже тут написано вот 100 240 дней 12 этапов и 48 стран в результате вместо 48 стран получилось 39 вместо 240 дней 250 ну как-то вот вместо 12 этапов 11 ну как бы все конечно скрип меняется в процессе хотя в принципе я бы не сказал что это что такой прям прокол потому что изначально еще на старте говорил что все-таки у нас не тур поездка у нас предварительным искать вариант маршрута конечный вариант образуется уже в процессе путешествия и вот сейчас мы уже можно сказать точно по какому именно маршруту проехали ну так ты давай кто-то не знает по какому маршруту сейчас помнишь эти 39 правда конечно все могу перечислить одну с другой значит ну постартовали мы с европы потому что сказать европы сейчас при сказать том что шенген постоянно расширяется все равно в европе есть еще безвизовые страны для тех кто не знает частности есть большая группа безвизовых стран на восхитив на балканах туда входит и хорватия и черногория и босния и албания сказать и сербия вот по этим пяти странам поскольку балканские мы проехали причем несколько раз въезжая туда и обратно на ответ у нас был первый этап по европе потом мы перелетели через лондон сказать опять же в лондоне побывали тоже без визы потому что сказать сейчас россияне имеет возможность в лондоне находиться до 24 часов без визы если есть билеты несколько бы транзитный нас был транзитный билет мы летели из хорватии запускают ли зоопорта к JOHN это слово вопрос и выпускает и сколько угодно находить и главное даже нету контроля на выезде поэтому мы там были двое суток но реально можно находиться там не знаю там две недели там 2 года пока не надоест таким числом там нет вы из thinkers что штампов выездных нет контроля нет на выезде то есть ты вот фотку аккент театры и как кен театре ты когда хочешь кинотеатр тебя билет спрашивается когда выходишь уже не спрашивает то же самое сказать с лондоном на выезде спрашивает на выезде уже ничего не спрашивать но это может вам повезло все-таки нам это не надо рекомендовать нет конечно группа давать не надо турец рекомендовать не на 20 часов это эксперименталь 24 часа от 4 но если честно мы уже сразу когда влетали у нас был промежуток в 36 часов поэтому сказать могли бы не пустить но прорвались мы через лондон улетели в марокко сказать следующий этап у нас был африканский пошли марокко потом тунис египет мы проехали по северной африке перебрались на ближний восток и орданы ли вы были нет мы перелетали из марокко прилетели в тунис из тунису на же принцип только безвезовые страны эти вот три стороны безвезовой поэтому по ним проехали потом на ближний восток иордания сирии ливии была одно время на бед вы замины было сейчас нет связывая вот по ближнем восток иордании сирии Ливан. Опять же, хотели в Израиль, но просто физически времени не хватило. Поэтому мы по тремя странами ограничились. Потом опять перелет на Бахрейн и Шри-Ланка. Это у нас был очередной этап по Южной Азии. Потом перелетели в Юго-Восточную Азию и методично объездили всю Юго-Восточную Азию и Индокитай. Мы и Малайзия, и Филиппины, и на Борнеу заехали в другую часть Малайзии. И потом Индонезия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам. Делали такое, так сказать, два круга по Юго-Восточной Азии и Индокитаю. Следующий этап у нас был Океания. С Океанией не очень просто, потому что безвизовыми могут быть страны, только независимые. А в Океании до 60-х годов вообще не было независимых стран. Там были все колонии. США, Австралии, Германии, Новой Зеландии. Короче, таких стран, которые до сих пор для нас визовы. Поэтому, когда стали образовываться независимые страны, стали появляться независимые страны. И, так сказать, они как раз стали безвизовыми для нас. И, так сказать, для того, чтобы подешевствовать по Океане, сейчас нужно очень внимательно все-таки маршрут выбирать, потому что, так сказать, можешь перемещаться только по безвизовым странам. И сложно как-то объехать. Мы выбрали в результате три страны. Фиджи, само Ивануату, которые являются безвизовыми. Но проблема, как туда попасть. Реально, так сказать, на них попасть можно было только через Австралию, Новую Зеландию, США или там слушаем кучу через Южную Корею. Но, так сказать, вот как вот в жизни бывает, все же вот взаимосвязано. И не только мы развиваемся, но там тоже развиваются люди. И поэтому авиакомпания Air Pacific, которая летает по Тихому океану, в декабре запустила рейс из Гонконга на Фиджи. То есть, мы стартовали 19 сентября, мы еще ехали, а рейса не было. И когда мы подъехали, то есть, мы как раз туда подъехали, и нам нужно было 20 января лететь. А специально для нас в декабре запустили рейс из Гонконга на Фиджи. Гонконг тоже безвизы для РСЯ. Поэтому, так сказать, мы с Бангкока улетели в Гонконг, потом слетали на Фиджи, поездили по Фиджи, слетали на Вануату, вернулись назад на Фиджи, потом, так сказать, на Самуа опять назад на Фиджи, и назад в Гонконг и в Куала-Лумпур. Потому что проблема получилась какая, что, так сказать, мы не могли, так сказать, вот проехав уже до половины Тихого океана, вторую половину до Южной Америки мы не могли преодолеть, потому что все перелеты идут через Новую Зеландию. Новая Зеландия без визы не пропускает даже транзита. Но опять же, как всегда бывает в жизни, если нельзя оно очень хочется, всегда можно что-то придумать. И мы, опять же, нашли очень интересный вариант, так сказать, малайские авиалинии, у них есть прямой перелет с Куала-Лумпура в Буэнос-Айрес. Поэтому мы сделали такой круг, мы, так сказать, сгоняли, считаю, уже до половины Тихого океана, потом вернулись назад в Куала-Лумпур, и с Куала-Лумпура улетели в Буэнос-Айрес. Следующий этап у нас начался по югу Южной Америки. С Буэнос-Айреса спустились вниз до огненной земли, пытались попасть в Антарктиду, но оказалась просто не судьба. Поэтому мы развернулись, поехали по, так сказать, Аргентине, заехали на водопады Гуасу, целый месяц ездили по Аргентине. Это, наверное, это была самая, так сказать, вот, ну, как бы тщательно изученная страна в нашем путешествии, больше времени мы там провели. Ну, страна, правда, большая, 5000 километров с конца автониза. Ну, месяц не так уж и много. Не так уж и много, да. Поездили по Аргентине, потом с Аргентины поехали Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла. И таким образом мы по земле пересекли, так сказать, Южную Америку, прямо вот с огненной земли, с южной точки, и до, так сказать, вот, побережья Карибского моря, то есть через весь континент проехали по земле. До этого много летали. Там добрались, у нас опять острова пошли вперед. Вот, так сказать, мы попали на остров Маргарита вначале, в Венесуэле, и с Маргариты перелетели на Гренаду, с Гренады, так сказать, Барбадо, с Доминика, Антигуа и Барбуда, Доминикана, Куба, и с Кубы назад пролетели в Москву. У нас предназначально планировался еще один этап по Центральной Америке, но билеты мы заранее не покупали, их как бы примерно так, ну, как волну перед собой двигали где-то месяца на два вперед. И когда уже мы добрались до Южной Америки и реально уже стали заниматься билетами по перелетам по Карибскому бассейну, выяснилось, что ну не очень, вот совершенно неудобно оттуда залетать на Центральную Америку. Ну, вернее, конечно, все есть, но уж слишком дорого и с моей точки зрения как-то вот слишком неудобно. Вот, поэтому мы, так сказать, в Центральную Америку в этот раз не заехали. проехали по, так сказать, Карибским островам и с Кубы пролетели в Москву. Стартовали 19 сентября, как и обещали, так сказать, вот в этот раз очень четко, никаких не было задержек, но вернулись позже, чем планировали. Планировали вернуться 17 мая, вернулись в результате 1 июня. Поэтому времени потратили больше, страны увидели, так сказать, меньше по числу. Хотя, все равно, так сказать, это у меня уже третья кругосветка, правильно уже говорил, третья кругосветка, но, так сказать, удивительно, что в первой кругосветке я побывал всего в 14 странах, во второй кругосветке всего в 15, а здесь в одной кругосветке сразу 39 стран. То есть это... Прогресс явный. Да, получается, что в одной кругосветке, в третьей я побывал, посмотрел больше стран, чем в двух предыдущих вместе взятых. Какие-то проблемы с нашим красной паспортиной были вообще, нет? А как же, ну естественно, потому что понятно, что безвизовые страны есть, но еще не весь мир безвизовый. Поэтому, когда я планировал путешествия, задача же не просто... Нет, я имел в виду в безвизовых странах, ведь ты же был в таких странах, где, наверное, его многие первый раз-то и видели. Нет, ну там были, конечно, какие-то, так сказать, придирки, там, на Барбадос нас долго не хотели пускать, там, в отстойник отвели. Но там, правда, американцев еще ловили каких-то, не знаю почему. Им просто не понравилось, почему, значит, вот они... Мы пролетели на Барбадос, они говорят, так, обратный билет нужно. Ну это очень просто, там, безвизовая страна, просто обратный билет показываешь, молча, и все. Я говорю, вот у нас билет на, так сказать, Доминику. Странно, а что вы будете на Доминике делать? Говорят, да вот у нас еще билет, мы с Доминики на Антигуа. А в Антигуа зачем? А вот с Антигуа мы потом на Доминикану. А зачем с Доминиканой? А с Доминиканой мы на Кубу? И что, вы там живете, что на Кубу? Да нет, мы от Кубы, потом в Москву. И вот людей просто, так сказать, потрясло. Ну как, так сказать, вот такое, хотя... Тут глючит программу, да? Да, да, хотя тот же самый Барбадос, там, по полмиллиона туристов в год бывает ежегодно, поэтому, так сказать, туристов много, но все нормальные туристы должны как? Это вот у человека есть билет туда-обратно, он прилетел на пляже, посидел, вернулся назад. А вот так вот, чтобы ехать по всем Карибским островам? Вот, но я все-таки хотел рассказать, проблемы действительно с визами были, связаны с тем, что мы шли как бы вот по передней линии, то есть мы, так сказать, вот, ну как бы на уровне там 50 на 50, то есть мы уже, так сказать, вот старались даже, так сказать, дожимать, даже прорваться в те места, в которые, так сказать, вот, ну как бы негарантированно можно въехать, просто так, как в Турцию, скажем, например. И первый проблем возникал в Лондоне, когда мы, значит, приехали в Лондон, значит, у нас был, дырка была между рейсами 36 часов. По правилам, по ихним, по английским, можно пустить, могут россиян пустить в страну с промежутком не больше 24 часов. То есть формально нас могли не пустить. Ну ладно, это мы, так сказать, уломали, убедили, что хорошо, значит, вот нас пропустили. Значит, ну, открыл для себя совершенно неожиданную вещь, то, что я вот до этого никогда не знал, при том, что писал, так сказать, даже книгу «Как путешествовать». Думал, очень хорошо знаю, что, значит, я сталкивался с тем, что страну могут не пустить, но первый раз в Англии столкнулся с ситуацией, когда из страны не выпустили. То есть человек собирается из страны уезжать, а его не выпускают. Это вот как раз в Англии был такой случай. Значит, там я уже говорил, что уже 10 лет в Англии не существует паспортного контроля на выезде. Государство обменило контроль, и, значит, как говорится, святое место пустое не будет. Сейчас любая, так сказать, любая частная компания может арендовать один метр, так сказать, границы английской и, так сказать, устраивать свой, так сказать, контроль на выезде, так сказать, по своим собственным правилам. Потому что официального контроля нет. А если нет официального, значит, там, да, свобода частному бизнесу. И вот компания Ryanair, так сказать, сейчас столкнувшись с кризисом, открыла очень хороший источник бизнеса. То есть они там, так сказать, реальные, так сказать, деньги на этом зарабатывают. Значит, у них вот этот вот метр границы, через который они пропускают. Значит, ситуация такая, что, так сказать, в принципе, государство английское, оно не контролирует, оно никак не озабочено. Штампов не ставят и даже вообще иммигрейшены нет. И мы, так сказать, зарегистрировались на рейс Ryanair, так сказать, чтобы лететь в Марокко. Проходим все там, так сказать, как обычно, все-все-все проходим. Вот уже, так сказать, дверь уже на посадку, уже на лётное поле, нас не сажают. Оказывается, значит, нужно было найти бабусю, которая, так сказать, являет, вот, от компании Ryanair, которая ставит выездной штамп. Да, государство не ставит, но есть некая бабуся в компании Ryanair, которая ставит выездные штампы. Без этого штампа нас не пустили в самолёт. То есть, это вот, ну, довольно... Ну, не бесплатно. Да, не бесплатно, конечно. Короче, на самом деле, основная задача бабуси не штампы ставить, а деньги собирать. Потому что, так сказать, тогда, когда вот мы не попали на рейс, 12 человек отловили. Так сказать, собрали всех гуртом 12 человек. И, так сказать, ну, это как система, что это распространяется только на неграждан ЕС и, так сказать, Великобритании. Потому что граждане ЕС и Великобритании, они бы давно уж подали в суд и засудили компанию Ryanair, так сказать, за такое, так сказать, вот, не знаю, изобретение. А всякие чёрные люди, в том числе, ну, кстати, американцы тоже, так сказать, попались вместе с нами, они тоже неграждане ЕС и неграждане Великобритании. Им тоже надо было, оказывается, вот этой бабусе штампик найти. Короче, всю компанию приводят к этой бабусе. Она говорит, так, ну, давай, так сказать, по этому, по, так сказать, 100 фунтов с каждого. И всё, и на следующий рейс полетели. То есть, это уже от технологии отработано. То есть, вот, пожалуйста, так сказать, 12 человек, 1200 фунтов, ничего личного. То есть, это, так сказать, по, так сказать, расценкам Ryanair, это примерно как два рейса. Два, они же, да, у них совсем дешёвые. Да, при их дешёвых билетах как два рейса, так сказать, собрали. Вот, ну, и там очень интересно, там уже такая, так сказать, это, каждый подходит, говорит, там, так сказать, вот обязательно такой, значит, пароль fucking Ryanair, так сказать, и, так сказать, даёт 100 фунтов, получает билет. Значит, мы тоже самый пароль сказали, но столкнулись с тем, что, так сказать, ну, ладно, по 100 фунтов, так сказать, заплатить за, так сказать, это, компанию Ryanair, поддержать, чтобы она не рухнула, в принципе, так сказать, ночью. Сказали бы сразу, сказать, давайте, помогите компании Ryanair, которая испытывает трудности. Значит, мы собрались по 100 фунтов дать, но выяснилось, что рейса на Марокко на следующий день не будет. То есть, будет только через день. А у нас график очень жёсткий, у нас и так было, там, 6 дней на Марокко, а нам ещё два дня, так сказать, вот торчать в Лондоне, как бы, за счёт Марокко совершенно не хотелось. Короче, мы по 100 фунтов им не платили, стали выяснять через интернет, на чём же можно улететь. Нашли рейс с другого аэропорта, переехали в другой аэропорт, заплатили вместо стапа 300, так сказать, 50 фунтов и улетели в Марокко, чтобы не терять лишний день, так сказать, в Англии. Короче, вот такое, так сказать, вот получилось первое приключение с визами. Но это только начало. Потом проблема была, значит, которую мы благополучно прошли, то есть не надо думать, что мы всё время как-то так прокалывались. Была такая интересная проблема, так сказать, с Тунисом. Сейчас я тебя перебью. Ты говоришь всё время мы. На пресс-конференции вас, по-моему, трое начинало, да? Нет, нас, так сказать, начинало, значит, мы... На старте было четверо. Четверо, да. Да, потом мы ехали трое, потом ещё присоединялись люди. Девять человек всё участвовало, так сказать, на разных этапах. То есть люди присоединялись, отсоединялись, так сказать, вот... А кто-то кроме тебя полностью... Ещё один человек, кроме меня, да. То есть вот весь маршрут прошли двое. Вот. И, значит, с Тунисом, так сказать, возникла такая проблема, что по, так сказать, ну, по правилам Тунис страна безвизовая, но требуется ваучер. Значит, с моей точки зрения, так сказать, ваучер это ещё хуже, чем виза. То есть это вот, ну, как бы официальная, так сказать, вот, официальная взятка. То есть это как пример такой коррупции, так сказать, вот явной, что, так сказать, реально, что значит ваучер? Значит, что ты должен... Значит, два варианта, значит. Ты должен либо, так сказать, пойти в турфирму и купить настоящий, так сказать, ваучер, значит, то есть дать взятку и получить настоящий ваучер, либо второй вариант самому на принтере этот ваучер напечатать. Потому что реально, это же не документ, и каких-то установленных образцов нет. Скажем, визу же не можешь напечатать свою, а ваучер можешь напечатать свой. Это же можно было быстро в букинге забронировать, они тебе при подтверждении пройти, а потом отменить броню. Мало того, во-первых, ваучер требуется, а во-вторых, обязательно, чтобы человек прилетал в Тунис из России и возвращался в Россию. Если он собирается по другим странам, он должен управлять визу. Мы прилетали из Марокко, а летели потом в Египет. Короче, мы рисковали, что можем не попасть в этот, но ничего. Сделали именно так, как ты говоришь, забукировали чисто по интернету, показали бумажечку, что у нас якобы броню есть. Ну, как-то прошло, в Тунис попали. Потом мы попались на эту историю еще смешнее в Южной Америке. Когда мы ездили по Аргентине, мы двигались по восточному побережью вниз туда, в сторону огненной земли. Доехали по земле до Риога-Егос, вот до Магелланова пролива. Дальше, так сказать, идет Ушуая. И там такое неудобство для нас, что вот этот кусочек Аргентины оказывается как бы остров. Его отрезает кусочек чилийской территории. Причем совершенно пустой кусок чилийской территории, там ничего нет. Просто формально два погранные перехода между ним и пустырь. И как вот этот пустырь проехать чилийский? Я-то знаю, что с Чили договор подписан на безвизовом въезде, но еще не артифицирован. То есть он формально еще не действует. Формально нужна виза. Ну, все равно как бы интересно же открывать новое. Поэтому на автовокзале спросил, говорю, а вот подошел в компанию, которая продает билеты Ушуая. Говорю, вот так и так, у нас российские паспорта, нет виз. Значит, мы сможем проехать на автобусе на Ушуае через чилийскую территорию без визы? Ну, мне там, так сказать, сотрудник компании говорит, ну, не знаю, сейчас позвоню чилийцам прямо на границу и спрошу. Он позвонил с ним, поговорил по-испански, мы с ним по-английски пообщались. Говорит, да, все, мне сказали, что у нас демократическая страна, что мы вам спокойно поставим штампики на въезде. Это не будет замены визы, вы не сможете ездить по Чили, но вот с этим штампом вы сможете, так сказать, вот от одного поста до другого доехать, вам другой штамп и все. То есть это как вот, как Ленин в плане берем вагонник, проедете все. Думаю, ну, ладно, нормально, купили мы билеты, подъезжаем к границе, нас не пускают. Говорят, ничего такого не знаем, должны быть визы и вообще, так сказать, вот такого ничего не знаем. Мы возвращаемся назад, у нас тогда было 7 человек, большая компания. Приходим на это, так сказать, опять же, вот в офис, автобусный, говорю, ну, что такое делать? Говорят, деньги тогда возвращайте назад, что же мы так день потратили, нет, а не все. Так сказать, вот зачем же нас, так сказать, заведомо вводили в заблуждение. Значит, тогда раз такое дело, то давайте нам верните деньги, значит, ну, вот ваши билеты назад, раз уж мы заведомо не могли не воспользоваться. Короче, компания говорит, не, ничего там, так сказать, ничего не знаем, так сказать, вот это к нам не относится, вот билеты мы продали, вот типо вам, так сказать, это вы сами должны были, так сказать, узнавать про эти или нет. Ну, а мы там всемиром, мы сказали, а мы, так сказать, будем забастовывать, забастовку протеста. Короче, мы заблокировали офис, сказали, никому билетов не продадите, пока нам деньги не вернете. Значит, тут вызвали полицейских, короче, приехало несколько нарядов полиции, так, слушайте, думаю, это уже так будет что-то там, типа, жесткий вариант. Приехали журналисты местные, и давай, значит, вот это все дело выяснять. Короче, компания говорит, ладно, 25% вернем. Говорит, нет, какие 25%? 100%. Потом говорит, 50%. Говорит, нет, вот только 100%. Короче, мы с ними ругались, ругались, а это было очень неудобно, чтобы пятница был вечер. Короче, ругались, 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 этот, значит, вот там кто еще был, говорит, у меня просто денег столько нет, это надо главному нашему боссу, он только в понедельник будет, типа, я вот могу вам сейчас максимум по 50%. Мы говорим, нет, вот нам, типа, постой, и все. Короче, пятница вечер, что делать? Мы, значит, настроены были решительно, типа, будем биться дальше. В субботу утром вышла местная газета, там на первой странице наши фотографии цветные, там большая статья, все расписано, как вот так вот, типа, вот, первый раз попали мы в газеты местные. Короче, все про нас расписано, и сразу как-то вот, ну, как-то вот возникло ощущение, что как-то вот уже, так сказать, вот, ну, как-то расслабленности. Думаю, ну, собственно говоря, мы же не из-за денег-то возмущались, то есть, чисто вот, чтобы, так сказать, вот, донести до людей, что это неправильно, вот так вот обманывать. Короче, когда вышла газета, мы думаем, ну, что, мы два дня еще мы будем тратить, поехали дальше. Так что вот мы таким образом попали. Вот, потом были, конечно... Так вы деньги-то получили? Мы ничего не получили. Вообще? Мы ничего не получили, получили огромное удовлетворение. То есть, мы получили огромное удовлетворение от самого процесса. Купили билет на самолет, улетели на самолете, на bringing-то землю. Вот, ну, и, значит, пытались уехать в Парагвай, потому что, официально, не пойми, что, там какая ситуация в Парагвай, никто не знает, потому что никто не ездит в Парагвай, и вообще неизвестно, что. Ну, что делать? Мы из Аргентины, через мост, проехали, так сказать, из-за посады, там границы через мост. проехали через мост, приехали в Парагвай, говорю, вот так и так, мы там визу на границе копим. Раньше я слышал что-то такое, типа, делали на границе. Те уперлись, говорят, нет, там, типа, ни в коем виде, думаю, ну и что. Вот сидели они с своим Парагваем, и так будут сидеть. Главное, непонятно зачем. Вот все вокруг безвизовые страны, сейчас Бразилия стала безвизовой, то есть все вокруг безвизовой, а тут Парагвай вот так вот объезжать приходится, как кочку на дороге. Короче, Парагвай нас не пустили, ну, как говорится, мы вместо этого поехали в Боливию. Причем, вот, например, в Боливии там интересная ситуация, что если пойдешь в посольство, то боливийская виза бесплатна. То есть документ формули, боливийская виза бесплатна. Но если вот ты принципиально в посольство не ходишь, как мы вот принципиально в посольство не ходим, приедешь на границу, то на границе 50 долларов она стоит. Ну ничего, дело принципа. Мы приехали на границу, заплатили по 50 долларов и проехали. Потому что у нас же принцип какой? Значит, мир без виз, это значит не только страны, где вообще никаких виз нет, только штампа, а там и те страны, где визы на границе оформляются. То есть мы в нескольких случаях все-таки оформляли визы, но делали именно в момент прохождения по Гранд Переходу. И по большому счету иногда даже очень трудно понять, является страна визовой или безвизовой. Например, Доминикана. То есть даже сразу не скажешь, то ли визовая, то ли безвизовая. То есть на фуезде с тебя берут 10 долларов, дают тебе туристическую карточку за эти 10 долларов, не понятно, что это такое виза или нет. Ты с этой карточкой прохожешь 100 метров, потом у тебя забирают эту карточку, и все, и ты выходишь. То есть никакого штампа ничего. Да, нет, ну как бы штамп стоит объездит, но я имею в виду, что вот эта вот карточка, ты ее подержал, зачем? Вот это я не могу говорить, подержался за карточку. Потом ее опять забрали. Для отчетности, видимо. Ну вот какая-то такая... Нет, то есть я имею в виду, что трудно сказать, это страна визовой или безвизовой. Единственное, что точно, вот мы за все 250 дней, за все 39 стран ни разу, ни в одно иностранное посольство, консульство не заходили. То есть вот принципиально. Едем, приехали на границу, и на границе, так сказать, либо проходим, либо не проходим. Но все равно границу выясняем. Слушай, вот интересный вопрос, я думаю, будет для зрителей. Финансовая страна, так сказать, путешествия. Я так понимаю, что от запланированной сметы вы все-таки отошли достаточно сильно. Нет, ну это действительно изначально. Перед стартом планировалось как? Что мы примерно 6 тысяч потратим, ну долларов, 6 тысяч долларов примерно потратим на авиаперелеты, и по 50 долларов в день примерно, значит, соответственно, 240 дней, еще 12 тысяч. То есть где-то 18 тысяч долларов на все путешествия. Для тех, кто весь маршрут пройдет. На всех? Ну, на каждого. Ну да. Да, это было предварительно, но народ подобрался такой непафосный, поэтому в результате получается, что с авиабилетами я угадал с точностью до 50 долларов. То есть мы ровно 6 тысяч потратили, как я закладывался. То есть 33 авиаперелета, мы 6 тысяч потратили на авиабилеты. Ну плюс невозвращенные билеты. Нет, нет, все это вошло. Но на остальные расходы тратили примерно не по 50, а где-то по 25 долларов в день, поэтому потратили, соответственно, в сумме 12 тысяч. Но с другой стороны, так с одной стороны подумаешь, 12 тысяч вроде как, ничего себе, у людей откуда столько денег. А потом если взять, что мы 9 месяцев в дороге были, то 12 тысяч за 9 месяцев, это получается, я не знаю, ну там меньше, чем по полторы тысячи в месяц. Ну, в общем, московские... То есть, не знаю, люди в Москве столько денег тратят, так сказать, нет, а тут, да, весь мир. Слушай, ну вот у тебя в тех, в твоих путешествиях всегда были какие-то подработки в дороге. На этот раз, судя по всему, не было, да? Да нет, наоборот. В этот раз как раз я работал больше, чем в предыдущих месяц взятых. Вот так, да? Ну, расскажи, это интересно. Ну, слава богу, сейчас все-таки 21 век, и нет необходимости уже работать, просто, не знаю, груши околачивать или как там я собирал, какие-то персики. Поэтому я в этот раз работал чисто как журналист по дороге, фотографировал 50 тысяч фотографий, наснимал на видео, отснимал 100 часов видеозаписи и писал путевые заметки. Поэтому я, можно сказать, зарабатывал просто непосредственно в процессе самопутешествия. И, так сказать, не берусь за других попутчиков своих, откуда они деньги брали. Вот, но я лично могу сказать, что у меня на старте не было 12 тысяч, и на финише у меня не было 12 тысяч. Ну, как-то вот я проехал. То есть, вот, хватило именно того, что я зарабатывал в процессе путешествия. Ну, и вообще сейчас, все-таки, 21 век, так сказать, реально первый раз я попробовал, что значит, писать уже заметки уже прямо в процессе. Потому что обычно все-таки делал путешествия как? Так, ну, так сказать, едешь, там, привозишь материал домой, потом дома сидишь, столько же времени, сколько в дороге потратил, дома обрабатываешь. Сейчас очень удобно, так сказать, вот купил нетбук прямо перед стартом, с этим нетбуком, так сказать, ловишь Wi-Fi, так сказать, везде там, так сказать, работаешь, он там 8 часов на аккумуляторе работает, так сказать, что, так сказать, в этом плане, так сказать, понял, что в принципе это возможно. Другое дело, что, конечно, это не так легко оказалось, потому что каждый раз разрываешься между тем, чтобы где-то там лазить, не знаю, по горам или писать, потому что, так сказать, ну, как-то одновременно все-таки не получается. И, так сказать, я очень благодарен тому, что нужно, так сказать, вот это было, так сказать, вот деньги зарабатывать в процессе, поэтому, так сказать, это был сильный стимул, чтобы не расслабляться, все-таки, так сказать, писать с дороги путевые заметки. И сейчас у меня уже буквально заготовка есть для книги, потому что перед стартом я объявлял, естественно, еду не просто так, чтобы написать, так сказать, очередную книгу и сделать, так сказать, очередной интересный фильм. Ну и с моей точки зрения, вот эта кругосветка получилась даже интереснее, чем две предыдущие, потому что, так сказать, у меня в первой кругосветке там был очень жесткий вариант, я взял с собой 300 долларов и поехал, так сказать, с 300 долларов, понятно, что очень жесткий вариант был, то есть там нигде ни гостиниц никаких, ни достопримечательности платные, то есть вот такой чисто жесткий вариант. Вторая кругосветка была с точностью до наоборот, так сказать, ввез туристов и, так сказать, наоборот, там, так сказать, буквально всего две ночи из 108, так сказать, мы спали, так сказать, только под открытым небом, остальное по гостиницам, только по туристическим достопримечательностям, то есть чисто такая туристическая. А в этой кругосветке было просто расцветается цветов, как говорят китайцы. То есть мы одну ночь едем на джипах с туром, потом вторую ночь где-то под пальмой спим. Третью ночь мы где-то в гостинице начнем, а четвертую ночь мы просто вообще где-то в горах оказались непонятно где. Поэтому никаких не было в этом плане таких жестких установок заранее. Ничего заранее не бронировали, никаких гостиниц. И жесткого маршрута не было? Нет, жесткого маршрута не было. У нас были только точки с авиаперелетами, потому что авиаперелеты, естественно, покупали, исходя из того, чтобы это было дешевле. Поэтому под маршрут точки авиаперелета выбирали с точки зрения того, чтобы это хабы были. То есть это точки, между которыми дешевле перелететь. А потом уже где-то между ними... А по стране в основном автостопом, да? По-разному совершенно. То есть вот в этом путешествии, как я и объявлял, так и получилось. Ездили вообще на всем, что движется. Мы ездили и на автобусах, и на поездах, и на самолетах летали, и на паромах плавали, и на лодках, на моторных, и на круизных судах, и на машинах арендованных ездили. И на такси ездили, причем даже между городами, и автостопом ездили. Буквально трудно даже придумать. И мотоциклы брали в аренду, на мотоциклах ездили, и на велосипедах. Ну, я не знаю, очень трудно придумать, на чем бы мы, так сказать, не ездили. Один раз хотели даже на верблюдах, но как-то это сами просто не решились. Но реально на всем, на всем, что, так сказать, можно. То есть, в этот раз не было вот такого жесткого подхода. И вообще, я в последнее время считаю именно так, так сказать, вот нормальный человек и должен путешествовать. То есть, это не путешественник для транспорта, а транспорт для путешественника. И поэтому, когда ты в какое-то место попадаешь, то, соответственно, своим, так сказать, вот финансовым возможностям определяешь. Так сказать, вот финансовым возможностям и, как бы, стране определяешь, каким видом транспорта воспользуется. Будет ли вот иметь, так сказать, предложенный, проложенный вами маршрут, иметь какое-то вот практически финансовое значение, там, для туриндустрии, как ты считаешь? Или все-таки такие кругосветки, это удел одиночек? Да нет, конечно. Конечно, я в этот раз еще раз убедился, что клуб кругосветных путешественников, ну, очень эксклюзивный клуб, потому что, так сказать, кругосветных путешественников, их просто в разы меньше, чем владельцев Роллс-Ройсов. Так сказать, проблема, она очевидна. Для того, чтобы проехать вокруг света, нужно одновременно и достаточно много времени, и много денег. Поэтому, скажем, вот у нас, так сказать, малобюджетный вариант был путешествий. Это, значит, что там, 8 месяцев и, так сказать, 12 тысяч долларов. И получается, что, так сказать, люди, у которых 12 тысяч долларов, так сказать, карманные деньги, их, так сказать, десятками тысяч, можно считать. Люди, у которых 9 месяцев делать нечего, там, или там 90 месяцев, их тоже, так сказать, сотни тысяч. Но найти людей, у которых одновременно и эти деньги, и это время есть, это уже сразу очень маленькая группа образуется людей. Значит, из тех, даже у кого, значит, есть даже теоретические возможности, у человека, если деньги, есть время, то 99% просто не выдержит. Ну, в качестве аналогии можно рассказать такой пример привести, скажем. Вот почему в магазинах не продают черную икру трехлитровыми банками? Ну, потому что, так сказать, вот человек, у которого есть деньги, чтобы купить трехлитровую банку черную икру, не сможет ее съесть. Просто вот, а если будет есть, ну, он как бы вот будет мучиться, будет давиться. Зачем? И то же самое кругосветное путешествие. То есть, реально, по количеству впечатлений, по насыщенности за эти 9 месяцев, ну, реально ни один, так сказать, вот нормальный человек не выдержит. То есть, это все-таки, с моей точки зрения, удел профессионалов. И, скажем, так же, как, я не знаю, там, марафон какой-нибудь, там, супермарафон. То есть, это не для каждого. Прежде чем поехать вокруг света, надо все-таки, так сказать, вот, ну, как-то немножко потренироваться. И, главное, даже, с моей точки зрения, для реального кругосветного путешествия даже тренировка не поможет. То есть, это должен быть, вот, склад характера. Если у человека есть данные для того, чтобы, так сказать, вот, выдержать вот 9 месяцев, он проедет. А если нету, то, так сказать, необязательно ездить вокруг света. 9 месяцев еще, символичные, да? Да, да. Слушай, ну, а какие у тебя новые какие-то планы, задачи? Или сейчас подведение итогов будет в основном время написанину, или ты будешь... Нет, вот, точно сюда наоборот. Я, когда, так сказать, вот, придумал эту вот идею, она же у меня появилась сама по себе, вот, просто на пустом месте появилась идея. Мир безвиз, думаю, давай-ка проеду вокруг света по безвизовым версиям странам. Мы 9 месяцев упорно так ехали, ехали, ехали и поняли, что даже те страны, которые мы, так сказать, себе вот 48 выделили, даже их не смогли проехать. Но когда мы 48 выбирали, там уже было 96. И пока ехали по дороге еще страны, обезвизили, то есть, там, и Гуам стал безвизовым, и, так сказать, Бразилия стала безвизовым. То есть, процесс идет, и уже к финишу я понял, что одним кругосветным путешествием я только разговор завязал. То есть, я, как бы, саму себя, как бы, вот, проблему безвизовых стран не решил одним кругосветным путешествием. Их огромное количество. Поэтому есть идея, что кругосветка закончилась, но проект «Мир безвиз» продолжается. Потому что в мире реально осталось много еще безвизовых стран. И поэтому будем, значит, мы их дальше, так сказать, проезжать и, так сказать, будем ездить до тех пор, пока все страны мира не станут безвизовыми. Поэтому сейчас в ближайших планах это в сентябре, традиционная дата 19 сентября, так сказать, это традиционная дата старта. 19 сентября стартуем, едем в Непал на три недели, так сказать, одна страна, в отличие, там, так сказать, от набора, так сказать, большого, но, так сказать, съездим просто в одну страну. Потом будем дальше ездить и, так сказать, будем путешествовать по безвизовым странам, пока все не исчерпаем, либо пока все страны не станут безвизовыми. Ну да, то есть, планы глобальные. Да, конечно. Так, ну у нас время пока есть еще. Обычно у меня гости рассказывают байку какую-то интересную, но ты в основном-то, получилось, весь разговор такая была. Да, ну у меня вообще, ну у тебя есть, давай, да. Нет, значит, я вот вспомнил, как раз эта интересная история была, так сказать, на самого, значит, при том, что, так сказать, ну я, так сказать, вот в плане автостопа человек, конечно, очень опытный. После первых 100 тысяч километров я уже перестал считать, сколько я километров проехал, но я думаю, миллион тут по-любому проехал. И, так сказать, вот ездил автостопом в 90 странах мира, так сказать, ну я это просто говорю, потому что, так сказать, на сайте Турбина, так сказать, очень легко посчитать количество стран, в которых побывал. И вот я почитал, я побывал в 90 странах, а так как я в каждой стране ездил автостопом, значит, можно сделать вывод, что в 90 странах мира автостопом поездил. И вот на самого был совершенно удивительный случай. Мы там вдвоем ехали с Олегом, вот как раз второй кругосветчик, который проехал, вышли на дорогу, так сказать, останавливается пикап, мы, как обычно, там, в сторону, там, это, ну, давайте, запрыгивайте в кузов, запрыгнули в кузов, там, какие-то еще детишки были, мы их там снимаем на фото-видео, все так весело едем, подъезжаем в какую-то деревню, останавливаются, Мы говорим, ну, спасибо, дальше, типа так, пешком пойдем, как и до этого шли. Ну, так, выходим, значит, водитель говорит, а деньги? Говорим, ну, какие деньги, вроде ничего такого не договаривались, там, так сказать, ну, он как-то, водитель как-то так, ну, ладно, типа, это. А рядом с ним, который был, значит, дед такой, дед, а, давайте, там, типа, начал что-то так возмущаться. Думаю, ну, что так, типа, вроде бы это, ну, в принципе, как бы мы не то, что совсем отказывались, но просто думают, надо бы предупреждать было. Короче, возмущался, потом достает из кармана, значит, пистолет, настоящий пистолет. На наших глазах так обойму, заряжает патронами, вставляет обойму, пистолетом начинает этим размахивать. Ну, думаю, вообще, вот попали. Причем, картина интересная. Значит, вот этот водитель, ну, такой средний возраст мужчина, дед с пистолетом, значит, женщина, значит, дети. Ну, какая-то вот сюрреалистическая такая картина, вот пикап, это стоит в деревне. Вот, но что интересно само, там, в принципе, матриархат. И, так сказать, мужики там все бестолковые, так сказать, вот к мужику можно вообще даже не обращаться, ничего не спрашиваешь, надо с женщинами общаться. Поэтому я смотрю, где-то что-то возмущается, я к женщине говорю, что-то там, типа, это, типа, что делать будем? Она говорит, да ладно, там, типа, ничего, не парьтесь, там, идите спокойно, там, типа, плинтите. Не стрельнет в пину, да? Да, типа, ладно, ну, все, мы нормально, мы так прошли, сзади выстрел такой, ба-бах, так, кстати, оглядываясь, думаю, ну, все, думаю, у деда крыша окончательно съехала. Нет, ну, реально, реальный пистолет, реально стрелял, значит, хорошо, что не попал. Вот, но, так сказать, это не закончилось еще, ладно. Ну, мы идем, думаем, ну, какой-то вообще дед с стороны попался, проходим где-то, не знаю, там, полкилометра, догоняет нас эта машина. Раз, так, когда она подруливает, там деда тогда опять сидит, ну, там водитель и детский. Думаю, ну, все, думаю, сейчас жизни нет, дорога пустая, думаю, сейчас пойдет уже, так сказать, уже по-мужски разговор, разбираться кто чего. Останавливает вы себя, говорит, давайте мы вас подвезем до следующей деревни. Да, ну, мы как-то сказали, не местные. Да, ну, цимаанцы, они такие. Слушай, а вообще, как бы, одного английского хватало, или в основном же на английском вообще? Да, ну, в большинстве стран мира, конечно, на английском, но реально, когда попали в Южную Америку, там английский, там же в основном. Только между собой по-английски говорить, потому что если с людьми общаешься только на испанском. Ну, реально, скажем, это вот хорошо говорить, когда, я не знаю, там турист едет, там с гидом, он говорит, да, я вот не знаю языка, и я вот там не могу общаться. Если у тебя есть переводчик, то ты никогда не узнаешь. А когда вот как мы попадаем в ситуацию, что мы едем на все выключенное, то есть у нас ни отель не забронирован, ни билеты не куплены, ни, так сказать, ни еду нам не приготовили. Ну, а как тут можно без языка? Ну, давай, моя твоя, там, так сказать, на что-то на пальцах. И, в принципе, мы ездили по Южной Америке, ну, достаточно уже так насобачились, так сказать, в испанском языке, что уже смогли уже там простые вещи, так сказать, объяснять. И вот яркий есть пример, очень такой характерный, значит, испанского языка, это был в Аргентине случай. Мы, значит, попали на берег Параны, там река Парана отделяет Аргентину от Парагвая. Такая отличная река, яркий солнечный день, народ сидит вот на берегу, так, народ сидит, ну, так, пикнички, много народ сидит, и в воду никто не лезет. Думаю, ну, что-то такое, наверное, нет. Ну, не случайно, вообще никто. То есть, вот, жаркий солнечный день, все вроде отдыхают, и никто в воду не лезет. Думаем, ну, что такое, мы ходим, ходим, так, думаем, залезть, думаем, ну, что-то там, может, крокодилы-то. Ну, что-то такое, так сказать, страшные наверняка есть, что люди в воду не лезут. Подходим к местным, говорим, ребята, у вас что-то у вас, типа, крокодилы? Да нет, крокодилов нет. Говорим, акулы, да нет акул. Говорим, а что же такое вот страшное? Говорят, профундо. Думаю, вот это да. Думаю, это, наверное, страшный зверь. Думаю, это же сжирает крокодилов там всех Думаю, что же такое Профундо? Потом выяснилось, что Профундо это глубоко Так что надо знать все-таки иностранные языки Испанские хотя бы Так что, ну, вот А так, конечно, вот на таком бытовом уровне, конечно Научились говорить, ну так вот Просто объяснить кто, откуда, куда, что тебе нужно На простые вещи, конечно, когда сам путешествуешь, конечно Насобатишься, там, какие-то наборы слов наберешь У тебя что-то ты вот можешь так сформулировать Так как ты у нас Зубр-путешественник То есть что-то новое тебе дало именно вот это путешествие Или так, ну, как бы размазало то, что уже было Нет, конечно, я, так сказать, вот до этого тоже считал Что я уже все уже, так сказать, вот перепробовал Все уже, так сказать, все варианты уже какие-то Было, на самом деле нет, так сказать На самом деле новые путешествия, вот по количеству, так сказать Того, что я нового узнал Это больше, чем, так сказать, вот, ну, я не знаю Знал, может быть, до этого, за все предыдущие А, так сказать, ну, даже вот далеко ходить негде Вот я как-то, так сказать, не сталкивался с религией Бахаи А тут же на самого мы попали в храм Бахаи Их всего семь храмов на земле И вот мы в одном из них переночевали Как раз попали, так сказать, в самого храм Бахаи То есть вот, ну, я имею в виду хотя бы вот, так сказать, с этого Вот, а так, конечно, так сказать, я в этот раз, так сказать, видел И как кешью на дереве растет Там ели кешью, причем не орехи, а вот яблоки На которых эти орехи прилеплены И научился запекать хлебное дерево Мы там питались в океане, значит, что Разжигали костер на берегу океана И запекали плоды хлебного дерева И, так сказать, ну, не знаю, там С этими, ну, простыми всякими С кокосами, там, какао Там, вот эти вот плоды, правда, не знаем, что с ними делать Но увидели, как растет Вот, поэтому вот в плане вот такого, ну, как бы приобщения к дикой жизни В этот раз было очень много То есть вот с подножным кормом мы как-то очень много столкнулись Потому что и как вот началось Как говорится, как начнется, так и продолжается Как мы попали на Балканы, так сказать, в сезон Как раз там был там и как раз инжир поспел Гранаты, виноград Мы так все время на сезон и попадали Слушай, ну, вот вопрос такой чисто политический, что ли Как-то вот путешествие глобальный кризис чувствовался там или нет? Или вы вообще на эту тему не заморачиваете? Нет, ну, там, скажем, мы же все-таки ездили Большую часть все-таки по таким местам Где люди там, скажем, например, на Вануат Люди сидят, значит, там под кокосовую пальму И смотрят там пальмы, скажем, вот там, типа, созрело, нормально Какой кризис, они вообще такого не понимают У них электричества нет, так сказать Ну, для нас были какие-то проблемы А им проблем нет И вообще Вануатцы очень простые люди Значит, они мне сразу нам говорят Так, ребят, вы, говорит, если что видите, если что растет То берите, ешьте У нас, так сказать, обильная, так сказать, земля У нас, так сказать, всем хватает И потом нам, где на этом уже, на Доминике Там тоже, значит, нам местные там парень Мы с ним познакомились Говорят, а у нас, говорит, отлично Говорят, у нас, говорит, в магазин-то не каждый месяц ходишь Говорят, а зачем? Все растет Все есть, то есть ничего не надо Какой кризис? Говорят, зачем деньги? И в магазин-то не надо ходить Вот у тебя есть мачете, вот ходишь по джунглям Там срубил что-нибудь, фрукт какой-нибудь И нормально, уже, так сказать, не голодный Одеваться не надо, тропики, тепло Проблем с здоровьем ни у кого нет? Нет, слава богу, сказать, не было Ну и вообще, как бы ситуация такая Что, как бы, а где? То есть, график жесткий Чихать некогда Самый, так вот для нас было жесткое испытание Когда мы въехали в Боливию Причем, значит, мы же заскочили в Боливию Как-то так быстро И попали в Высокогорье И там на 5 километров У нас начало, так сказать, доставать горные болезни А времени нету, просто так расслабиться То есть, там, где-то дурака повалять несколько дней Мы же там все носились непрерывно И вот мы через эту горную болезнь А еще потом холодно там в Высокогорье А мы же там все в шортиках, в футболочках Ну, что делать? Ну, как-то пришлось выкручиться Потому что, ну, не было Не было на запланированном ни одного дня, так сказать На то, чтобы лежать, болеть Поэтому мы, так сказать, вот Как говорится там Ни одного дня на больничном не было То есть, вот все вот ровно, так сказать Девять месяцев, так сказать, вот прошли день в день Ну, к сожалению, нам надо закругляться В конце всегда традиционный вопрос Обыграть название передачи Твой рецепт счастливого путешествия Ну, с моей точки зрения, так сказать Путешествие, так сказать, будет счастливым Только если ты его сам запланировал И сам, так сказать, его осуществил Тогда это будет настоящее, интересное И счастливое путешествие Спасибо, напоминаю У нас был Валерий Шанин До следующих встреч Я думаю, что теперь передача выйдет в сентябре только Уходим на каникулы До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова